В эфире пресс-служба корпорации ВСМПО «Ависмо». Здравствуйте! Инновационная промышленность. Именно так расшифровывается название теперь уже международной выставки Иннопром-2014. Достижения и успехи корпорации ВСМПО «Ависмо» гармонично вписываются в общую картину уральских инноваций. А наш стенд, представленный на этой выставке, достойно подчеркнул инновационный подход к развитию титанового производства. Съемочная группа пресс-службы ВСМПО стала свидетелем успешного участия корпорации ВСМПО «Ависмо» в Иннопроме-2014. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию специальный репортаж из Екатеринбурга. Конечно же, любая выставка – это всегда море впечатлений. И если вы приехали на площадку Екатеринбург-экспо впервые, точно испытаете сильные эмоции. Часть экспонатов разместилась перед зданием выставочного центра. Здесь всегда есть что посмотреть. В этот раз под открытым небом была представлена продукция отечественного автопрома. Мини-вертолет, инновационные контейнеры для сбора мусора, массивные белазы и экскаваторы. В павильонах нынешнего Иннопрома, как всегда, царила атмосфера новшества, хай-тека, мечты о будущем. Помимо презентаций сотен инновационных технологий, здесь было проведено более 150 круглых столов. Заключено контрактов на сумму более 2 миллиардов долларов. Прошли встречи с участием представителей 70 стран. В день открытия инновационного Уральского форума Дмитрий Медведев обошел стенд корпорации ВСМП «Ависмо» стороной. Но наши экспоненты ничуть не расстроились. Андрею Цепелеву, начальнику информационно-аналитического отдела ВСМП, удалось снять на камеру мобильного телефона российского премьера. Но не только свои фотоальбомы пополнили наши маркетологи. В их визитницах появились десятки новых визитных карточек, оставшихся после встреч и знакомств с потенциальными партнерами ВСМП. Две немецкие компании, им интересен титан для медицины. Это как медицинское оборудование, так и имплантаты. Подходили компании из Италии, есть интерес определенный по использованию титана для ряда проектов в Италии. Но как это все развернется, трудно сказать, потому что одно дело контакты и какие-то поверхностные интересы. А когда глубже будем копать, ну, будущее покажет. Подходили из Азербайджана, тоже есть определенный интерес. Ну, мы пытаемся войти на рынок Азербайджана, это довольно-таки сложно, все равно другая страна. Вот. Ну, поток был большой. Бельгия, китайцы подходили, интересовались. В общем-то, довольно-таки обширное было представительство. Неплохие контакты, в принципе, были. Неплохой разговор был с Алексом Радзянко, который сейчас возглавляет торговую палату Соединенных Штатов Америки. Были представители Эмиратов, тоже имеют большой интерес к развитию сотрудничества. И предлагали посетить их авиационные салоны. В общем, встреч было очень много. Потом очень хорошие контакты были по лазерной резке и сварке. На этой выставке представлены были, если в прошлом году одна-две фирмы, уже в этом году пять фирм представляли это направление. Ну, и с рядом из них мы опытные работы планируем провести. Конечно, интересно то, что Уральский федеральный университет в этом году осенью запускает центр по аддитивным технологиям. То есть производство готовых изделий из металлических порошков, в том числе и титана. Тоже планируем организовать с ними сотрудничество. Посещаемость Уральского проекта, вышедшего на международный уровень, выросла втрое по сравнению с прошлогодними показателями. Только в составе делегации Минпромторга Российской Федерации во главе с Денисом Мантуровым было 30 человек. Такого инопром еще не удостаивался за пять лет своего существования. Можно ли увидеть премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в трамвае? Конечно, можно, если этот трамвай – экспозиция международной выставки Иннопром-2014. Уралвагоззавод в этом году представил инновационную модель. Премьерой грандиозного мероприятия стал трамвай, который сразу же окрестили черным бриллиантом или айфон на рельсах. Создатели же, специалисты Уралтрансмаша нарекли свое детище R1. Что означает первый, произведенный в России? Низкопольному трамваю на сегодняшний день нет аналогов в стране. Его планируют запустить в массовое производство в 2018 году. К чемпионату мира по футболу, который пройдет в России, часть матчей состоится в Екатеринбурге. Кроме трамвая, из будущего впечатлили электромобили из Mitsubishi Motors. Эти японские авто хорошо приобретаются с 2011 года. Стоимость машины 999 тысяч рублей. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает посетителям инопрома посетить вот в таком уютном кресле, которое используется в самолетах бизнес-класса, почитать журнал, выпить чашечку кофе и ознакомиться с услугами, которые предоставляются пассажирам. Кроме как угоститься конфеткой, сесть в мягкое кресло и почитать журнал, желающие смогли зарегистрироваться и получить карточку на 500 бонусных рублей. За каждый последующий перелет самолетами авиакомпании «Уральские авиалинии» клиенту начисляется 10% на карту. Таким образом, за 10 перелетов можно накопить денежных средств на бесплатный билет. Холдинг «Швабы», входящий в корпорацию Ростехнологии, объединяет основные российские предприятия оптико-электронной отрасли. В его состав входит 64 организации, в том числе Уральский оптико-механический завод в Екатеринбурге. Американская компания «Дюпонт» принимала участие в инопроме во второй раз. Компания имеет более 200 направлений деятельности и в нынешнем году представила свою очередную технологическую инновацию – акриловый камень, из которого можно моделировать различные изделия для интерьера. Компания «Дюпонт» продемонстрировала еще одну разработку – уникальное интеллектуальное устройство, заряжающее любые гаджеты от соприкосновения с ними, то есть без подключения к электросети. Это специальное устройство, которое интегрировано в поверхность «Кориан». То есть с помощью кольца можно его присоединить и можно будет заряжать телефон. То есть есть кольца к разным телефонам, смартфонам, и путем передачи индуктивной энергии можно заряжать телефон. В рамках выставки проходил форум промышленного дизайна. Своей энергией слушатели заряжали звезды мировой величины, обитатели дизайнерского Олимпа, авторы многих трендов, эскизы которых стоят миллионы долларов. Это Крис Бенгл, главный дизайнер BMW, человек-праздник Карим Рашид, самый популярный дизайнер в мире, автор работ для Asus, Samsung, и Оскар Пенья, креативный директор Philips Design. Да, от общения с великими людьми хочется делать великие дела, поэтому после лекции дизайнеров съемочная группа поспешила в первый павильон, где генеральный директор управляющей компании «Титановая долина» Артемик Изласов вел переговоры с японской делегацией, обсуждая детали и дальнейшую реализацию соглашения, подписанного днем раньше. Андрей Антипов, директор по экономике и финансам управляющей компании «Титановая долина», рассказал, что одним из значимых моментов первого дня выставки было подписание соглашения с Ростехом, Митсубиши и «Титановой долиной» о совместной реализации крупного проекта по созданию мусороперерабатывающей отрасли. Японцы предлагают определенные технологии переработки этого мусора, которого у нас в России очень много. И подписано соглашение, в котором Ростех будет участвовать в качестве реализатора этого проекта. И в последующем, если этот проект покажет свою экономическую привлекательность, будет реализован, создан резидент, который будет заниматься производством завода-заводов по мусоропереработке. И для нас открываются такие большие перспективы, потому что мусора в России много. И первый проект будет реализован в Нижнем Тагиле по мусоропереработке. А «Титановая долина»? А «Титановая долина» будет создан резидент, который будет заниматься производством заводов по производству мусороперерабатывающих заводов. Рядом с серо-оранжевым стендом «Титановой долины», имитирующим инновационное здание «Инфокуба», корреспонденты при службе ВСМПО встретили Владислава Тетюхина, советника генерального директора корпорации ВСМПО «Ависмо по науке и технологии», который ожидал встречи с вице-премьером правительства Свердловской области Алексеем Орловым и представителем Внешэкономбанка. «Мы будем просить организовать займ, потому что надо достроить все, достроить третью очередь уже, потому что финансовая ситуация в области не блестящая, и еще один транш уделять тяжело мне». Владислав Валентинович удалился в переговорную комнату, чтобы обсудить вопрос заема денежных средств на окончании строительства третьей очереди госпиталя восстановительных инновационных технологий. А нам удалось застать интервью главы Нижнего Тагила Сергея Носова по поводу визита Дмитрия Медведева. Несмотря на то, что маршрут премьер-министра не проходил через стенд Нижнего Тагила, тагильская администрация на всякий случай ждала у себя второе лицо государства. Сергей Носов выглядел явно расстроенным. «Вы знаете, случайностей при таких визитах не бывает. Экспромты – это очень редкие. Поэтому этого не было в программе, и мы к этому отнеслись с пониманием и спокойно». Робот Сема, который передвигался по павильону, собирая вокруг себя ребятню и взрослых, с удовольствием отвечал на вопросы посетителей выставки. Не оставил без ответа и вопрос о ВСМПО. «А ты знаешь, что такое ВСМПО?» «Это Читар». Отличительной чертой и на «Промо-2014» было то, что он стал выставкой не только для промышленных предприятий, но и образовательных учреждений. Тысячи школьников здесь прошли по профориентированному маршруту. Всем желающим сфотографироваться и поддержать вожделенный слиток разрешала компания УГМК, которая производит электролитическую медь. Уральская горно-металлургическая компания демонстрирует вот такой продукт собственного производства. Это настоящее золото. Без такого слитка 11 килограмм 809 грамм. Стоит он 480 тысяч долларов. Обещаю, дома руки мыть не буду, чтобы прилипало. Рядом с богатейшим стендом УГМК расположилась экспозиция русской медной компании. Русская медная компания предлагает посетителям вот такой уникальный сканер. Сканер меди. Сколько меди содержится в ваших изделиях? Я просканирую свое золотое кольцо. О! 0,02 грамма. Это допустимо для золота. Настоящее. Стендистки, девушки с медным цветом волос и в медного колера туфельках презентовали макет будущего офиса РМК. 13-этажное здание с медными фасадами. Компания не мелочилась с выбором архитектора. Им стал Норман Фостер. 50 тысяч квадратных метров выставочных площадей в одном из самых современных выставочных комплексов России Екатеринбург-экспо, где выстроили свои экспозиции более 600 компаний. За один день обойти нереально. Но корреспондентская группа при службе ВСМП постаралась успеть увидеть как можно больше, чтобы практически обо всем рассказать, успеть и на пленарные заседания, и на конференции, и на презентации, а еще обязательно поприсутствовать на церемонии награждения победителей федерального конкурса на звание «Лучший экспортер-2013». Лучшим экспортером в отрасли цветная металлургия была признана корпорация ВСМП «Ависма». На церемонии вручения награды первый заместитель генерального директора корпорации ВСМП «Ависма» Николай Мельников отметил. Большое спасибо специалистам и экспертам, которые приняли решение наградить коллектив корпорации ВСМП «Ависма». Мы присоединяемся к благодарности Николая Константиновича, Министерству промышленности и торговли за то, что усилия коллектива ВСМП были оценены по достоинству. И только на Инопроме можно нос к носу столкнуться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым, получить шанс на эксклюзивное интервью и получить эксклюзивный ответ, что выставка удалась. Подводя итоги, губернатор Свердловской области поблагодарил сотрудников средств массовой информации за оперативное и объективное освещение работы Международной промышленной выставки. Добавим лишь, что для работы на Инопроме было аккредитовано около тысячи журналистов из 280 СМИ, в том числе и пресс-служба ВСМП. Заметим, что Инопром – это не только показ достижений и чествования лучших. Инопром – это еще десятки удивительных встреч, впечатлений и осознания, что будущее за инновациями. Такие ответы дали нам посетители выставки на вопрос, что же им запомнилось больше всего. Что особо привлекло внимание? Особенно космические разработки. Там было такое место, как бы иллюзии показывали. Был видеоролик, который объяснялся, как работают с лазерами, с оптикой и так далее. Отлично, конечно, все красиво, все здорово, замечательно. Надеюсь, что погуляю, будет все великолепно. Все понравилось. Трамвай, вот, Юру, трамвай впечатлил. А робота уже видели? Какого? Больше всего. Ну, наверное, пожалуй, Уралвагонзавод со своим новым трамваем. Ну, и Окулус у медной компании, то есть, когда ты проходишь с медью весь ее путь обработки. Там много чего интересного здесь есть. Можно много найти под себя, для себя. Очень интересно. Ну, просто прийти, посмотреть на самому. Тут нельзя говорить, что больше всего понравилось. Каждому по-своему. Это мое мнение. Скорее всего, поезда, которые новые построили, тоже неплохие, в принципе. Если ведут дальше в пользование, будет очень хорошо. Изобилие. Изобилие выставочных стрендов, информации много. Вы уже все обошли? Нет, еще не все. Начало только. Строительная техника. Вот меня лично. И автомобильная техника. Каким настроением вы покидаете? К сожалению, времени очень мало оказалось. Я преподаватель техникума, поэтому для меня это очень важно. Но беременность не позволяет. Инновации первым делом. Хочется, понравились роботы, робототехника. Ну и в целом, очень интересная выставка для тех, кто любит двигаться вперед и в будущее. Надеюсь, что очень понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Подписывайтесь на наш канал! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я в курсе событий. До свидания!